Продолжение следует... Мы задали тему, как развитие предпринимательства. Сколько у нас в республике предпринимателей, бизнесменов, которые занимаются развитием своего дела, можно так сказать? Территория республики трудится в числе отдельности, вернее, порядка 49 тысяч предпринимателей. Это юридические лица, индивидуальные предприниматели. И где занято порядка более 140 тысяч населения нашей республики. Для нас предпринимательство это не сколько-то как бизнес развития, это больше всего как социальный продукт в республике, поскольку обеспечивается большую занятость. То есть, если, например, на крупных предприятиях мы бьемся за прибыль, мы бьемся за выход на экспорт, за налоговые платежи, от чего республика развивается, то предпринимательство в том числе это, но в большей степени это занятость населения. Ну и как выплаты социальных, социальные выплаты, заработные платы, чтобы люди получали достойные заработки. Ну, безусловно, безусловно. Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, вот у нас, я так понимаю, наверное, по всей России такая тенденция. Очень много заявлений на высшем уровне о том, что количество предпринимателей должно, в принципе, расти. И на предпринимателях, возможно, какая-то часть экономики должна строиться. Это вот у нас тоже так провозглашается такая идея? Ну, абсолютно верно. И поясню, почему. Вот сегодня мы находимся, к сожалению, в кризисных явлениях, тогда как крупному бизнесу ему тяжело перестроиться под новую реальность. Ну, представьте, что технологический процесс он выстроен. Для того, чтобы запустить новый продукт, нужно технологии поменять, закупить оборудование, а в кризисный период это очень тяжело сделать. Так как мы по субъектам мало средних предпринимателей достаточно быстро перестраиваются под новые реалии экономики, под новые вызовы, под новый продукт быстро перестраиваются. Ну, и, соответственно, выживают. Опять же, возвращаясь к той же занятости. Это первая часть. И вторая часть – восприимчивость к новациям, восприимчивость к высокотехнологичной продукции. Сегодня у малого и среднего бизнеса он достаточно высокий. То есть они достаточно быстро запускают новую линейку продуктов, высокотехнологичную линейку продуктов. Поэтому упор на развитие малого среднего предпринимательства в республике, безусловно, имеется. Владимир Александрович, вот, допустим, я решила стать предпринимателем. Я решила уйти из крупного предприятия и заняться бизнесом. Какие шаги мне нужно предпринять? Что мне нужно сделать, чтобы стать предпринимателем, представляющим малый или средний бизнес? Ну, во-первых, имеет большое желание быть предпринимателем. Как известно, тяжело научить человека быть предпринимателем. Это, наверное, дано при рождении и при восстановлении личности. Сегодня, вот, первое – это идея, должна быть хорошая идея, которая вписывается в рынок. Второе – мы должны зарегистрироваться как либо индивидуальное предпринимательство, либо юридическое лицо. Это сделать надо в налоговой? Это в налоговой, да. Это достаточно очень быстро делать, и в течение пяти рабочих дней вас зарегистрировать. Следующее – это, если есть собственные финансовые ресурсы, то мы готовы, я имею в виду, что республика готова вместе, как начиная с начинающих предпринимателей, идти за ручку и сопровождать предпринимание для того, чтобы вывести продукты. Если нет финансового ресурса, то сегодня в республике достаточно широкий спектр. Первое – это финансовые поддержки предпринимательства, как начинающие, так и развивающие, так и уже стоящие на ногах. То есть можно обратиться в министерство и сказать, что вот у меня такая идея, дайте денег. Да, абсолютно верно. На какой процент поддержки мы можем рассчитывать? Мы не на процент, наверное. Мы говорим, если опять компания обратилась за кредитными ресурсами, то мы готовы компенсировать процентную ставку, мы сегодня готовы предоставить гарантии, потому что у предпринимателя, особенно начинающего, у него нет залоговой базы, то мы сами готовы выступить залогодателем его имущества. И если суммы небольшие, до трех миллионов, мы можем тоже предоставить под комфортный кредит. Это порядка 11% годовых мы предоставляем для развития предпринимательства. Еще какие формы поддержки есть, кроме кредита, низкопроцентного, скажем так? Значит, сегодня очень популярно набрало меры поддержки такая, как это модернизация оборудования, компенсация затрат на модернизацию оборудования. То есть если вы купили технологическую линию, технологическое оборудование, то мы готовы до 50% стоимости этого оборудования, но не более единственных, 15 миллионов рублей, в одни руки, в одно юридическое лицо отдать. То есть вернуть, компенсировать эти затраты. Просто так? Просто так, да. Компания закупила технологическую... По обращению? По обращению, абсолютно. То есть компания закупила технологическое оборудование, показывает нам, что она его купила, договор купли-продажи, постановку на учет у себя на предприятии. И мы возмещаем половину стоимости. Могут подать заявку в новогофункциональный центр. Единственное, на нашем сайте увидеть, когда мы объявляем конкурс на тот или иной вид поддержки, и подать документы в МФЦ. Если в город Чебосар, значит, в город Чебосар по районам. Если в Чебосар, значит, в любых городах республики. Владимир Александрович, а вот вы назвали цифру 49 тысяч предпринимателей в нашей республике. Сколько, каков процент из них обращается к вам за поддержкой? У нас, знаете как, я... Почему, наверное, мы сегодня с вами не разговариваем? Потому что я хотел бы обратиться и к предпринимальному сообществу, для того, чтобы достаточно активно принимал участие. Я не говорю, что денег хватит для всех, но для компаний, которые создают рабочие места, высокотехнологичные, для компаний, которые увеличат налогооблагаемую базу, для компаний, которые создают экспортный продукт, импортозамещающий продукт, конкурентный продукт сегодня, то мы готовы оказать поддержку, как я говорю еще раз, как финансово, так и не финансово. Поэтому сегодня все, любые компании могут к нам обращаться. Любые или есть исключения? Исключения нет ни для кого, кроме компаний, которые занимаются подакцизными видами деятельности. То есть это производство и реализация сигарет, и алкогольной продукции. Все остальные могут к нам смело обращаться. Ну, по количеству компаний, то, что вы спросили, если вот 49 тысяч, где-то порядка системно, которые получают, да, регулярно, и развиваются, у нас очень хорошие есть примеры, когда в течение трех лет компания закупала технологическое оборудование, несколько компаний закупали технологическое оборудование, они из малого бизнеса превратились в средний, увеличились существенно. Если они начинали когда-то со 100 миллионов рублей, оборот продукции был, то сегодня эта компания достигла порядка 700 миллионов рублей уже. То есть есть очень успешные примеры вот такой взаимной поддержки. Владимир Александрович, ну ведь, хорошо, деньги у меня есть, я обратилась к вам за поддержкой, но не идет бизнес. Грубо говоря, вы можете мне оказать консалтинговые услуги? Да, мы готовы, между прочим, и обучить вас бизнесу этому. Можем показать, на какие рынки нужно выходить с этим бизнесом. Для этого у нас существует как республиканский бизнес-скубатор. Кроме того, если вы хотите на экспорт выйти, мы создали центр экспортной поддержки. У вас есть сайт, мы его переведем на различные языки мира сегодня. Вы, если хотите выйти на определенный рынок и любого из государств мира, мы вам поможем тоже это сделать. То есть покажем, с каким продуктом, по какой цене необходимо выйти. Мы взаимодействуем эффективно с федеральным органом, с таможней, и мы видим все потоки Российской Федерации по каждому из продуктов. И можем показать, что, например, там, условно говоря, какой-нибудь фланец входит в то или иное государство. И давайте поставлять, мы можем сопроводить эту поставку до конечного потребителя. То есть, грубо говоря, министерства и организации, которые оказывают поддержку предпринимателям, могут взять молодого начинающего, ну и не очень начинающего, предпринимателя за руку и провести его по всем точкам поддержки? Абсолютно верно. У нас создана единая система поддержки, плюс имеется корпорация развития, которая сопровождает, вот у вас опять, возвращаясь к первому вопросу, зародилась идея, но вы не знаете, как ее реализовать. Обратились в бизнес-инкубатор, корпорации развития, они вас берут под ручки и говорят, вот делать нужно это, обратиться туда-то, сделать то-то, то-то, для того, чтобы получить конечный результат. Если вы, есть и различные формы сегодня, еще раз говорю, поддержки, и различные обращения в адрес министерства, и инфраструктура поддержки, бывает, что просто необходимо запустить единичную серию какого-либо из продуктов, да, ну это машиностроители часто, машиностроители, электротехники, химики часто обращаются. Мы для этого создали центр прототипирования, который осносили высокотехнологичную оборудование, я вас уверяю, что это там шестикоординатные станки, токарные, фрезерные, которые мало где используются на серьезных наших промышленных предприятиях. Ну вот республика пошла на это, глава республики пошел на такой шаг. То есть на льготные условия компании заказывают продукт, выпускают единичную серию, получают опытный экземпляр, например, и уже приходят на промышленные предприятия, говорят, ребят, вот у меня продукт интересный. То есть центр прототипирования работает, есть такие люди? Конечно, конечно. То есть они у вас берут чертеж, если он там несовершенный, они вместе с вами его доработают, получат вместе с вами этот опытный образец, пойдем вместе на завод, покажем, вот у нас продукт готовый, готовы продвигать его, и есть для него сформировавшийся рынок. Владимир Александрович, сейчас, скажем так, модно в тренде индустриальные парки, и я знаю, что у нас был заложен камень в основании индустриального парка, но давно идет об этом разговор, в связи с кризисом останавливались строительства, возрождалось строительство. Сейчас на каком уровне, на каком этапе развития индустриального парка в Чебоксарах и где будут еще развиваться индустриальные парки? Да, я считаю, что это одна из наиболее эффективных мер поддержки, это больше всего касается развивающихся бизнеса, бизнес, который сегодня находится в арендуемых площадях, или, может, в собственных, но уже стены и потолок припирают от тех заказов, которые в них имеются. Поэтому компания выходит часто до создания индустриальных парков, выходили в адрес правительства республики о том, что, ребята, дайте нам землю, желательно оснащенную инфраструктуру, для того, чтобы мы развивались. Раньше этих возможностей было достаточно скромно, то есть мы адресовали это существующим предприятиям, которые задают в аренду площади. А сегодня мы пошли по пути, когда выделили тот же из республиканского бюджета, поучаствовали в федеральном конкурсе средства для того, чтобы оснастить площадку, единую площадку всей инфраструктурой, это вода, канализация, электричество, газ, дороги, и предоставить земельные участки уже бизнесу. Вы знаете, что первую площадку мы запустили, первый индустриальный парк мы запустили, это напротив тракторного завода. Мы на сегодня заняли, из 9 резидентов должно быть, на сегодня 7 резидентов там уже заняли, проектируется, кто-то уже строится, можно выйти и увидеть, как ребята там, компании, которые раньше существовали, но сегодня расширяют строить большие площади. Такой второй же проект, уже для 16 резидентов, мы запустили тоже на территории тракторного завода, у нас есть, был собственный земельный участок, республиканские собственности, муниципальные собственности, мы его также участвовали в конкурсе, сейчас идет, в настоящее время идет строительство, инфраструктура там, параллельно уже отыграли два конкурса, два резидента уже заселились, начали проектировать, и ожидаем, что до конца этого года, в начале следующего, мы зададим объект в эксплуатацию, параллельно опять же будем отыгрывать и предоставлять земельные участки. Аналогичный проект мы запускаем, я думаю, что в этом году мы в кризисное время, но мы запустим в Канаше, я полагаю, что где-то к концу лета мы отыграем все конкурсы, запустим стройку, там уже будет порядка 30 резидентов, основной это будет ориентация, это перерабатывающая промышленность, потому что у нас сегодня, если мы будем говорить о вхождении, вот мы в магазин пришли, вам хочется видеть там картошку красиво упакованную, там салатики красиво упакованные. Владимир Александрович, ну плохо тот предприниматель, который работая не хочет получить прибыль. Какая прибыль возможна от развития предпринимательства, от развития индустриальных парков и республики, и самому предпринимателю, вот что будет, кроме как, я не знаю, благой цели, что у нас хорошо развивается предпринимательство, у нас много предпринимателей? Наверное, не получение прибыли, а мы закладываем возврат инвестиций, которые вложили в инфраструктуру, то есть мы бюджетные инвестиции вложили, вот если на первый парк мы вложили около 200 миллионов рублей, на второй это уже около 300 миллионов рублей, то какая окупаемость этого проекта? Ориентировочно мы эти деньги вернем где-то уже в 18-19 годах. Ну, сейчас идет период стройки, в 17-м году это будет запуск, в текущем году ряд производств запустится, в 17-м году первая очередь запустится, вся уже должна запуститься. То есть вот по нему мы где-то в 18-19 годах возврат инвестиций ожидаем. По второму это где-то в 21-22 год возврат инвестиций. Но задача, правильно, это и возвратный средств, но и задача предоставления условий, это занятость населением. Мы сегодня видим, что здесь существуют миграционные потоки внутри республики. Нам нужно молодежь сохранить здесь, нам нужно высококвалифицированные кадры здесь сохранить. Поэтому даже не надо в ущерб себе, мы должны вот такие, ну, сегодня популярные решения принимать. — Владимир Александрович, ну и, наверное, последний вопрос на сегодня. Как можно обратиться к вам, кроме как через сайт, да? И как часто вы оказываете поддержку? То есть я пришла, и вы мне дали деньги? Или есть какие-то сроки, там, определенная там вилка, когда нужно обращаться? — Значит, вот по финансовым мерам поддержки мы участвуем в конкурсах федеральных, получаем федеральные средства и распределяем внутри республики. По финансовым мы, как правило, раза два-три в квартал проводим. Эту информацию можно получить на сайте. По всем остальным видам поддержки, ну, в том числе, кстати, по финансовым, можно обращаться в наш бизнес-инкубатор, который работает 24 часа в сутки и готов обеспечить информацией и сопровождением проекта там 24 часа в сутки. И по каждому из видов поддержки, их сегодня действительно очень много в республике, финансово-нефинансовых, можно проконсультировать вот у специалистов бизнес-инкубатора. Если это конкурс не завтра, не послезавтра, они скажут конкретно, когда будет конкурс. То есть они держат постоянную связь. — Документы какие-то подготовить? — Конечно, какие документы подготовить. Предварительную экспертизу этих документов. Вместе с ними подадут заявку на получение поддержки. Это по финансовым. По финансовым компаниям, центры, институты развития, они работают тоже постоянно. И там здесь нету раз в квартал, раз в месяц. Они работают 24 часа тоже. И 24 часа готовы оказывать предприниматель. — Ну и если вдруг вам кто-то не помог, вы всегда можете обратиться к Владимиру Александровичу. Он обязательно отрегулирует такую ситуацию. — Без проблем. Я всегда на связи. Мои двери всегда для предпринимателей открыты. Поэтому если какие-то есть затруднения, можно обратиться. Я принимаю лично всех, кто обращается ко мне. Я всех принимаю. И окажу посильную помощь министерству. — Спасибо большое, Владимир Александрович, что ответили на наши вопросы. Пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня о поддержке малого и среднего предпринимательства мы говорили с министром экономического развития, промышленности и торговли Владимиром Авреликиным. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok